Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я хочу отдать один совет, и он звучит так. Никого не слушайте. Наша задача прожить свою жизнь, стать для себя учениками и учителями и научиться любить. Меняться, учиться и меняться. Иметь свои достижения и самореализоваться. Вот все, для чего мы приходим. Поэтому вы – источник знаний, ваша душа. Вы – источник счастья, ваша душа. Вы – источник любви, ваша душа. Все остальное – это не наше. Это все нам навязано. Поэтому никого не слушайте. Не слушайте политиков. Не участвуйте в политических играх. Не слушайте журналистов, телеведущих. Не смотрите телевизор. Не читайте газеты. Не слушайте священников. Не освободитесь от власти религии. Живите своей жизнью. Слушайте только себя. И читайте серьезные книги. Серьезные книги. Научные. Научно-популярные. Изучайте языки. Занимайтесь самопознанием и саморазвитием. Лозунг, которому тысячи лет человек, познай самого себя, он не устарел. И еще очень важный момент. Социального влияния. Социальное влияние, оно, как правило, негативное. И об этом социальном влиянии много говорилось на нашем канале. И я рассказывал вам про эксперименты, которые ставили американские психологи. Первый эксперимент это Милгрэма, который рассказал нам об опасности подчинения, власти, власти, авторитетов. Любое социальное влияние это и есть борьба за власть над вашими умами, за авторитет. Потому что есть только одна система власти и подчинения. Поэтому от вас хотят, если вы не власть, то от вас хотят подчинения. И второй эксперимент Филиппа Зимбардо, тоже об опасности социального влияния. Вы, участвуя в социальных процессах, вы станете жертвой манипуляции. Вы будете жертвами. Запомните это. Чтобы не быть жертвами, а это известный треугольник Артмана. Единственный способ не быть жертвой, это не участвовать в этих играх. Это игры, это спектакли. И спектакли, и игры, которые порой стоят и даже жизни. А не то, что времени жизни, здоровья и так далее. Поэтому, чем больше будет мудрых людей, тем лучше. Не слушайте умников, там разных экспертов, политологов, советников. Это люди, несомненно умные, но это горе от ума. Горе от ума. Я работаю с умными людьми, со сложными случаями. Я вам могу сказать, что люди очень умные. И ум очень сильно искажают реальность. И мешают человеку быть счастливым. И кроме того, конечно, вот эта власть, да, это же эго. Для них очень важно это эго. Эго – это путь в ад. Эго – это чувство собственной важности, гордыня там и так далее. Поэтому избавьтесь от социального влияния. Никого не слушайте. Живите своей жизнью. Прислушивайтесь к себе. Набирайтесь своего опыта. Это единственный способ. Единственный способ прекратить войны, прекратить несправедливость, насилие. Это не участвовать в этом. Не участвовать. Не иметь никакого мнения об этом. Да. Они будут просить ваше мнение высказать. И это ловушка. Это ловушка. Когда вы начнете свои мнения высказывать, это и есть та зацепка. Джиду Кришнаморти писал прекрасно. Он свою формулу, гениальную, в своей простоте. Как прекратить насилие? Не осуждать и не оправдывать. Значит, это нужно сделать. Это нужно сделать ради счастья своего собственного, ради своего психического здоровья. Не нужно быть правым. Это тоже ловушка. Нужно быть счастливым. Ум заводит человека в тупик. Ум нас связывает и мешает нам быть счастливыми. Поэтому имейте это в виду. Знаете об этом. И самое главное, не подчиняйтесь. Не подчиняться – это просто не участвовать. Все. Не надо бороться. Не надо убегать. Не надо бороться. Но не надо участвовать в этом. В этом дурдоме. В этом дурдоме. Это дурдом. Это психиатрическая больница. Меня не оставляет ощущение, что нами управляют злые дети. Недолюбленные. Инфантильные. Я это вижу. Я вижу эти расстройства психические. Я вижу, насколько вообще тупиковое развитие человек получает. И да, все образованные. Все с дипломами. Но рай они создать не могут. Никто вам не предложит ничего хорошего. Запомните это. Кроме вас самих. Пока вы сами не захотите быть счастливыми. Пока вы сами не захотите быть здоровыми, богатыми, благополучными, свободными. Никто вам эту свободу не даст. И счастья не даст. И деньги не даст. Благополучия вам не даст. И, конечно, здоровье вам не даст. И свободу вам не даст. Вы уже свободны. Вы уже богаты. Вы уже благополучны. Вы уже счастливы. Это все есть в вас. Просто прикоснитесь к этому. И для этого надо выйти из ловушек негативного мышления. Только качество вашей мысли определяет вашу жизнь. Больше никто и ничто. Поэтому, если вы не хозяева своей жизни, вы рабы. Вы рабы других людей. Это закон. По-другому не бывает. Поэтому, все начинается с наших мыслей. Все дело в наших мыслях. И любое негативное переживание в его основе обиды, страхи. Там, где есть страх, там нет любви. Там, где есть обиды, там нет любви. А негативные переживания – это пожелание смерти. Другим и себе запомните это. Поэтому, вам желают смерти. Просто мы это видим. Как убивают мозг с помощью психологического насилия, эмоционального насилия. С помощью наркотиков, с помощью стрессов. И наши стрессы – это ведь тоже наши мысли. А как нас воспитывают? Нас и воспитывают. У нас закладывают эти мины замедленного действия в виде наших реакций на те или иные слова, события, поступки. На все можно посмотреть с разных сторон. Диаметрально противоположных. Но родители это делают. Школа это делает. Наша культура. Не надо защищать культуру. Не надо никого защищать. Не надо никого спасать. И ничего не надо защищать. И ничего не надо спасать. Надо просто быть счастливыми. Все. Больше ничего не надо. Все остальное ведет к страданиям. Все остальное – путь к страданиям. Вы хотите выжить – это путь к страданию. потому что вас этими идеями, этими страхами вами манипулируют и вас заставляют конкурировать, ненавидеть, бояться. Вами управляют таким образом. Это всего касается. Денег мало. Вами управляют таким образом, как морковку подвешивают перед осликом, он привязан к палочке, которая крепится на ослике. Он ее никогда не съест. То же самое. И с черком происходит. Перед нами ставят ложные цели. Эти ложные цели ведут в тупик. Поэтому столько несчастных людей, столько депрессивных людей, столько людей, которые не могут наслаждаться жизнью, не могут радоваться жизни. Столько психически и физически больных. Так что я вас всех призываю. Думайте только о себе. Любите себя. Цените себя. Поставьте себя на пьедестал. И прислушивайтесь к голосу своей души, своей интуиции. И перестаньте участвовать в этой социальной жизни. В социально-политической. Это тупик. Это просто... Это варварство. Варварство. Лао-дзы. Варварство и грязь. Вот все, что я понял. Вслед за лао-дзы. А точнее так, не все, что я понял. Но все, что я... Я бы хотел сказать об этом. Потому что понимаю это я гораздо больше. Но мне не хочется говорить уже обо всем, что я понимаю. Тем более про политику. И про политику. Самый главный вывод, что это грязь. И народ варвар. Все. Поэтому занимайтесь собой. Учитесь любить. И формируйте свое пространство любви. Тогда мир изменится. Поэтому у каждого из нас есть величайшая ответственность. И эта ответственность не за этот мир. В первую очередь это ответственность за самих себя. Потому что вы часть этого мира. Изменитесь. И будет меняться мир. Вот что я бы хотел сказать. И то, что я сейчас наблюдаю. И мне тут пишут про политику. Там знакомые мои и так далее. Все это просто неинтересный, бездарный, глупый, животный спектакль. Это просто театр зверей. Это зверинец. Мне это неинтересно. Мне это неинтересно. Я на это вдираю с очень большого отдаления и расстояния. И эта целая пропасть лежит между мной и этим обществом, и этим миром. И эта пропасть, это и есть то самое одиночество. Это плата одиночества. Это плата за ваше развитие. Поэтому развивайтесь. И да, вы будете одинокими, но вы будете очень сильными людьми при этом. И в этом одиночестве есть спасение наше. И никто вас не сделает сильными. Это все чушь собачья. Когда нам тут про силу рассказывают. Да, есть. Это в джунглях. Там. Право сильного и все прочее. Но это другое. Это другое. Это звери. Я сейчас говорю о жизни человека. Человека интеллектуально развитого и психологически развитого, эмоционально развитого. Человека, который познал себя и познает себя. Человека с мировоззрением и системой ценностей. Гуманистической системой ценностей. Вот о чем речь идет. С космическим сознанием. С философской культурой. Психологически грамотного. Вот. Вот. К чему мы и стремимся. И это пропасть. Я вижу. Я вижу, что люди это просто насекомые. Просто. Но вот. Это очень низкий уровень развития. Очень. Вот. Вспоминаем. Шкалу. Итальянского философа эпохи возрождения Пика Делла Мирандалы. Ля Червь. На этой шкале человек может быть червяком, а может быть богом. Почему же мы не хотим быть богами? Почему же мы хотим оставаться червяками? А черви это где? Это в трупах. В земле. Почему же мы не хотим трансформироваться, стать лучшей версией себя? Что нам мешает? И ответ мой такой. Социальное влияние. Мешает социум. Социум это зло. И социальность это форма дебильности. Форма кретинизма. Форма глупости. Имейте это ввиду. Поэтому дистанцируйтесь и занимайтесь собой, своим развитием. Оно принесет свои плоды очень-очень хорошие, позитивные. И дальше у вас просто будет свой прекрасный круг общения. Из таких же светлых личностей, счастливых, творческих, единомышленников, просветленных людей. Вот. Вот это истинная цель. Все остальное это нас просто втаптывает в грязь и нас по сути уничтожает. Любая идеология, любое влияние, манипуляции и так далее. Вот это я хотел сказать сегодня. И еще раз повторить, никого не слушайте. Никаких экспертов, советников, политологов, политиков, журналистов, религиозных деятелей и тому подобное. Слушайте только себя.